Придумайте шестиугольник, которых можно разрезать на два треугольника, но нельзя на два четырехугольника. Автор этой задачи, Сергей Геннадьевич Волчонков, она была на турнире математических боев журнала «Квант». Вот сейчас, к сожалению, «Квант» переживает свои самые тяжелые времена, в общем, совсем-совсем плохо, там и с подпиской, ну, в общем, там, не хочу говорить подробно, но там совсем-совсем, к сожалению, у журнала плохо. А, тем не менее, турнир математических боев журнала по сей день существует, кстати, старые номера «Квант» по сей день существуют, так что, в общем, даже если вдруг произойдет ужасное, и он совсем перестанет выходить, все равно, знаете, сорок лет не выходило. С 1970-го года «Квант» существует, и сначала выходили по 12 номеров, последние 20 лет по 6 номеров выходило. Так вот, потрясающая задача. Вот, понимаете, математик, вот такие красивые конструкции, даже если одну такую конструкцию придумал, это уже здорово. Знаете, человек не обязан делать тысячи, тысячи, тысячи открытий, даже одна такая задача, это здорово. Вот я, я действительно очень люблю эту задачу, он и человек замечательный, Сергей Геннадьевич, но вот задача потрясающая. Сначала кажется, что такого не бывает. Из двух треугольников сложить шестиугольник. Вообще, хоть как-как-нибудь, можете? Да. Выйди, покажи. Из двух треугольников сделать шестиугольник. А, у меня сделал. Выходи, выходи. Вы не понимаете. Условие задачи прочитать так. Чтобы можно было шестиугольник разрезать на два треугольника. Эту конструкцию придется резать на очень много треугольников. Ваша конструкция неправильная. Так. А здесь тоже не получилось, да? Из двух треугольников у вас получилось четырехугольник. Господа, бог с ним, с разрезанием на четырехугольники. Просто, можете ли вы нарисовать два треугольника, чтобы из них можно было сложить шестиугольник? Нарисовать два треугольника так, чтобы их объединение, это было шестиугольник. На всякий случай, что такое шестиугольник? Это часть плоскости, ограниченная в шестиугольник. Вот это раз, два, три, три, четыре, пять, шесть. Вот вам типичный шестиугольник. Все, что внутри. Часть плоскости, ограниченная в не самопересекающийся, шестизвенный, замкнутый угольник. Это шестиугольник. Интересно, на два треугольника то, что я нарисовал, можно разрезать? Да. На два треугольника. А. На несколько треугольников легко. Вот так вот. Раз, два и три. Раз, два, три. Четыре. На четыре треугольника. А вот на два. На три можно. Покажи. На три. Быстрее можно? Нет. Смотри, таких отрезков не бывает. Таких отрезков не бывает. Отрезок должен прямой. Заметьте, это одна из проблем. При изучении диаметрии состоит именно в нечистости. Заметьте, это внутренняя нечистость. Он рисует так, чтобы это был и отрезок, и с другой стороны два отрезка. Это надежда в любом случае получить хорошую оценку. Ну вот она может и хорошую оценку вы так и получите, но лишних несколько лет из-за этого диаметри изучать будете. Вместо того, чтобы быстро все сделать. Нечистость всегда заставлять платить. Если вы рисуете отрезок, то должно быть видно, что это действительно отрезок. Повторяю. Просто из двух треугольников сделайте шестиугольник. Покажите, как объединение двух треугольников может быть шестиугольниками. Отлично. Кто же мешал мне написать тетради? Почему нельзя было сначала написать тетрадь? Или еще? Вот пример того, как нельзя учиться. Вы, конечно, сэкономите маме десятую часть копейки, а может быть и целую копейку на этой бумажке. Но, извините, вам элементарно, мне негде писать. Ваше время стоит во много раз больше, чем источник бумаги. Во много раз больше. Ваше зрение стоит еще больше. Вы вот таким образом не сборите себе зрение, пытаясь на маленьком-маленьком кусочке бумаги нарисовать огромные корички часа жизни. Вместо того, чтобы взять нормальный лист бумаги, нормально на нем рисовать. Отлично. Вот это действительно умеется. Взять треугольник и к нему приложить еще один треугольник. Здорово. Все понимают? Моя проблема. Эту конструкцию я легко разрезаю на два четырехугольника. То есть, мою просьбу о том, чтобы из двух треугольников составить шестиугольник, вы не помните. Это уже прогресс, это уже здорово. Но, к сожалению, это легко разрезается на два четырехугольника. Видите? Один четырехугольник, то, что я сейчас штрихую, а другой то, что осталось на штриховом. Почему четыре? Раз, два, три, четыре. Согласны? Ну и там внизу тоже. Так вот, нужно из двух треугольников. По большому счету, надо просто приложить друг другу. Это, вот, теперь это уже понятно, да, как получается шестиугольник. Выйди нарисуй. Выйди нарисуй. Выйди нарисуй. Дмитрий Классик сказал, москвичей испортил активный вопрос. Смотрите, огромная доска. Огромная доска. Выйди нарисуй. И что, хоть нет, нельзя. Здравствуйте. Выйди, пожалуйста. Москвичей испортил активный вопрос. Трудно в этом, да? Но, заметьте, то же самое человек ровется. Огромное здание. Здесь еще десяток кабинетов, кроме этого. Обязательно нужно туда, где люди уже занимаются. Это же проблема, ребята. У меня в жизни был случай, когда я ехал в автобусе и карус, который из двухсердцев. Знаете, да, бывают такие? Не один, а большой, длинный, да? Да. Вот. И дело было очень поздно. Я сидел там один. Сидел там я один, около окошка. На очередной остановке входит сильно пьяный мужчина. И подходит, и садится рядом. И начинает рассказывать о жизни, о том, что он думает, что все его обижают. Я сижу, слушаю. От него немножечко пахнет. Вот. Потом он встает. Начинает уже так вот энергично рассказывать свои взгляды на вопросы мироздания. Вот. История имела неожиданное продолжение. Понимая, что ужас какой-то, да? Я понял, что надо убежать с этого места. Встал. То есть резко прошел. А может, он был очень пьяный. Просто от того, что я встал и прошел рядом, он упал в кроход. Вот. И поднимаясь, практически еле-еле, даже тот, кто-то, он не поднялся. Выдал что-то типа того, вот, боевиков насмотрелись, шварценеггеры тут ходят. Понятно, да? Вот, пьяный. Казалось бы, ну, ну, хорошо, ну, сядь ты. Просто у него была возможность ехать в одном отдельном полуавтобусе. Но тебе не надо было сидеть обязательно рядом. Здесь то же самое, да? Зачем? Тоска большая. А это не шестиугольник. Это, к сожалению, не шестиугольник. Два треугольника получилось. Вы опять вот про этого забыли. Про такой разрез. Задача действительно очень интересная. Так, то же самое. К сожалению, вы все время забываете вот об этом. Ладно, ребят, к сожалению, время этого кружка у нас заканчивается. Поэтому давайте сделать так. С этой задачи начнем в следующий раз. Спасибо. Спасибо.